От любви до ненависти – один шаг, говорится, в художественной литературе и народных сказаниях. Почему мы так легко можем переходить от одного состояния к другому? Дело в том, что когда вы влюблены в кого-то, вы или идеализируете объект своей любви, и, соответственно, у вас могут возникнуть ожидания, которые кажутся абсолютно оправданными, а на самом деле там человек вообще просто не собирался в этом направлении двигаться. Поэтому первая проблема любви – это идеализация объекта. Вторая – это любовь, которая уже более продолжительная. Мы когда любим другого человека, у нас ощущение, что мы имеем на него какие-то права, потому что мы же с ним, мы как бы так про это все, вот это все. И эти права предполагают, что он как бы не имеет свободы какой-то своей, а он эту свободу имеет, к сожалению. Лучше, конечно, чтобы не имел, но имеет. И он может ей воспользоваться. Вот возникают вопросы. И у нас возникает очень еще преданность. Предали? Что же это такое? Предательство, свинство. Но на самом деле человек, который мы любим, и не важно, это ребенок ваш, жена, муж, возлюбленный, возлюбленный и так далее, он сохраняет свою собственную самостоятельность. И если мы ее как-то пытаемся любовью, но мы же любим, поэтому, ну, как бы, будь любезен, то дальше точно будет конфликт, а из конфликта мы быстро начинаем фрустрироваться. И, по сути дела, свои неоправданные ожидания где-то, или свое право собственности, которое наше, оно нас и заставляет ненавидеть. Сначала разрушать отношения, а потом ненавидеть человека, который, на самом деле, может быть, и заслуживает, конечно, не знаю, но там уже надо разбираться в деталях.